Добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время сухого остатка. Это время, в течение которого мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках, учитывая закрытие российских площадок, открытие американских. Ну и, в общем, обсуждаем все, что интересно было в течение дня. Было вчера интересно и будет интересно завтра. Обязательно прогнозы. Это наш конек. Прогнозы. Это наш конек. Итак, представлю сегодня в гостях Святослав Арсенов, старший управляющий активами и управляющий компанией «УралСИП». Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. И Николай Салабута, директор по управлению активами инициационной компании «Трейд Портал». Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Рад вас очень видеть. Давненько мы не встречались. И то, что у вас все хорошо. Также можно отнести к оптимизму, который сейчас присутствует на финансовых площадках. Ну, без этого никуда. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Традиционно вы можете это сделать, задавая вопросы или делясь собственными наблюдениями о том, что происходит сейчас в мире. Для этого есть у вас телефон в студии 6510996, код Москвы495. Либо вы можете задать свой вопрос, зайдя на сайт finam.fm и опубликовать его в разделе «Комментарии». Ну, и опять-таки традиционно, 18.05 в Москве я нарисую картину маслом, что сегодня интересного было, есть и будет. Что происходит на финансовых рынках на этот момент. Ну, если начать опять-таки, да, с индикаторов нашего рынка, сегодня они в красной сезоне, в красной территории, корректируются ли, либо просто что-то им скучно стало после вчерашнего, да, отсутствия американских игроков. В общем, РТС падает сегодня на 0,7%, 1587 в моменте его котировка. Индекс ММВБ чуть больше просел, почти на процент, и, значит, сейчас он находится на уровне 1523 пункта. И азиатские рынки, ну, в частности, да, Nikkei 225 сегодня также закрылся в отрицательной территории, минус 3% он потерял. FTSE 100, индекс Великобритании, практически в нулях, ну, в небольшом минусе. А как, значит, присоединяться к этой истории американцев, мы узнаем через полчаса. Дальше взгляд на сырьевой рынок и Форекс. Нефть марки Brent прибавляет после вчерашнего. По сравнению с вчерашним закрытием, выше 112 стоит бочка Brent, 112.15 в моменте. Золото, достаточно уверенно, 1690 за унцию. Ну, и евро-доллар выше 1.33 опять сегодня. Кстати, туда-сюда его гоняли сегодня. Но пока никуда не загнали. 1.33.13 в моменте. А особое, может, пятно, наверное, да, надо сделать, говоря о валютном рынке, упомянуть пару доллар-иена, ожидаемые многими события. Сегодня рано утром по Москве случились. Заседание Банка Японии закончилось. В принципе, все, что мы ждали, да, что ждали участники рынка, было озвучено. И иена начинает корректироваться, пара доллар-иена начинает скорректироваться. С 90 сейчас уже 88.80, ее текущая котировка. Вот, как говорят в таких случаях, покупай на слухах, продавай на фактах. Наверное, это и сработало. И основной набор голубых фишек сегодня в отрицательной территории. Преимущественно, еще раз повторю, ну, даже можно не выделять. Основные бумаги теряют больше процента. Газпром, Лукойл, Норникель, что тут, Росгидро, Ростелеком, Северсталь, Сбербанк. Все в отрицательной зоне, чуть больше процента. Лучше рынка сегодня торгуется Аэрофлот. 2,5% он прибавляет. И Роснефть практически полпроцента в плюсе. Вот такова ситуация на финансовых рынках на 18.08 Москвы. Еще раз повторю, через полчаса мы присоединим к нам американские площадки. А сейчас давайте разговаривать. Итак, чем обусловлено, ну, как минимум сегодня, Светослав, давай с тебя начнем. Ну, сегодняшний вот это вот, ну, пока еще незначительное, но снижение после того, что оптимизму нам было не занимать, мне показалось. Ну, основная причина просто рынок растет уже давно. С начала года, ты видишь? А, с прошлого года, да, уже, и активно муссируются разговоры, что рынок никогда не рос, там, дольше девяти недель подряд. И, в принципе, это небольшая коррекция, как бы, связана просто с естественным состоянием рынка, который растет давно и время от времени должен корректироваться. Ну, а поводы, поводы какие-то всегда найдутся, я, к сожалению, сегодня практически не был в офисе, но там какие-то новости из Германии были, да, что, как бы, дало нам повод поторговаться пониже. Вот, ну, это всего лишь повод, причина просто, естественно, пока колебания, то есть никаких новостей, мне кажется, способствующих сегодняшнему реальных падений не было. Я понял. Коля? Ну, правильно, сегодня сказали, из Германии новости были, то есть открылись мы на уровне вчерашнего закрытия, не хотели падать, а потом пришло, ну, то есть потом упали акции Deutsche Bank на 3%, и нас сразу пролили. Потом что-то случилось непонятно, опять же, там, в Германии они почти-то вернулись к нулю, все отыграли, все падения, а мы так и не смогли отыграть падения. Рынок слаб, уже многие бумаги торгуются в горизонтальной плоскости уже очень давно, если брать там ГМК, Сбербанк, то есть такие бумаги уже, они перекуплены, я бы так сказал. Ну, Газпром никогда не в последнее время не отличался прыткостью, как бы, все наше все, можно шортить в любой момент, вот, поэтому вот... Шортить в любой момент? Да. Коля, я, дорогой мой, хочу тебе напомнить, напомнить твою же фразу. Тот, кто, да, открывает короткую позицию, это я тебя цитирую сейчас, тот предатель рынка, это твои слова, и ты мне предлагаешь зашортить Газпром сейчас. Это как, сам себе противоречит, хотя действительно Газпром вот уже полтора процента теряет, да, обновил я эту информацию, то есть действительно ты все-таки, да, смотришь... Нет, это просто крик души, на самом деле, я-то поддерживаю свою предыдущую позицию, все уже бумаги выросли до уровня весны 2008 года, весь кризис мы съели, как говорится, там, только один Газпром не может восстановиться, и он держит весь рынок на таких низких довольно-таки значениях. И это, на самом деле, обманчиво, потому что все говорят, что вот, типа, Россия дешевая, но она дешевая только из-за того, что Газпром всех держит, а так-то она дорогая, какую-либо бумагу вложи, она уже перекуплена. Вот здесь крик души, как бы говорится, если бы Газпром восстановился бы на те значения, которым был на май месяц 2008 года, и мы бы видели бы значения по индексу РТС на уровне докризисных, и мы бы имели подъем отрасли, мы имели бы приток клиентских клиентов, мы бы, как профучастники, мы бы были очень рады в таком положении вещей. Но именно из-за котировок данной бумаги, мы довольно-таки, ну, рынок находится в непонятной ситуации, индексы довольно-таки низкие, и мы, как профучастники, так сказать, плачем из-за того, что никто не обращает внимания на фондовый рынок. То есть я правильно тебя понял, да, то есть мы сейчас нашли козла отпущения. Да. Он зовется Газпром. Так точно. То есть все беды и проф, и не профучастников сейчас мы на него возложили. Кстати, забавно, мы вчера обсуждали, да, опять, все, что связано с активностью на рынках, ну, и, естественно, вспоминали, и, наверное, все не вспомним, да, и отсутствие ликвидности или, там, низкую ликвидность на отечественных площадках, нежелание, да, зарубежных инвесторов сюда идти, ну, и невозможность местных длинных денег, да, местных длинных оказаться на фондовом рынке. Это тоже отдельная история. И вдруг, ну, может быть, и не вдруг вспомнили о, ну, таких стандартных вещах, когда мы говорим о некой финансовой грамотности, населении, мы все время традиционно говорим, да, вот в Америке там, да, каждый домохозяйка имеет брокерский счет и, соответственно, участвует в этом мероприятии, а здесь у нас все это очень и очень печально. И вдруг пришла идея такая, что каждый домохозяйка, инвестируя в рынок, например, Соединенных Штатов Америки, логично рассчитывает на что? Я даю деньги, да, вкладываю в определенную компанию, а она делится со мной прибылью. А здесь у нас, к сожалению, все не совсем так или совсем не так. Может быть, в этом проблема-то? Нет, надо говорить о том, что в Америке нет государственного пенсионного обеспечения, а в Европе есть. То есть мы, скорее всего, берем, и у нас есть, мы, скорее всего, берем образец Европы. Поэтому в Америке проникновение фондового рынка в массах где-то порядка 75%, в Европе 25%. Поэтому надо говорить о том, что путь России, это он не американский. Нет, ну хорошо, давай Европу, 25% и наш там... 1%, да, меньше, 0,8% я где-то считал. Ну это же тоже никуда не годится. Ну это да, с этим да. Это тоже никуда не годится. Все равно мы должны создавать... Ну тут тоже надо говорить, что у нас законодательство не позволяет создать такого количества финансовых инструментов, которые в рамках законодательства даже сам европейского можно создать, уже не говоря про островное право, которым... И надо говорить о том, что при всех программах и при всех, так сказать, декларативных программах, которые говорило государство о поддержке фондового рынка, ничего не сработало. То есть так вынуждены и выделены деньги, для этого непонятно, на что это было потрачено. А так как такового просвещения не произошло. Разговоры были, а дела не было. Да, то есть на самом деле нужно было печатать учебники, вводить учебные дисциплины в школах, ничего этого сделать не было. Хотя даже можно было в институтах вводить учебные дисциплины, тоже не было сделано. Кстати, когда мы некоторое время с тобой еще в одной компании работали, ты помнишь, да, что начиналась красота на загляденье. Сейчас мы профессиональных участников подтянем и пойдем по городам повесим, рассказывая о том, какая это прелесть, прелесть, прелесть. И вон все. И лопнуло. Вот такая ситуация. Печально. Печально. Светлослав, как ты считаешь, финансовое грамотное население могло бы поддержать отечественный рынок или нет? Потому что я уже не знаю, кто его поддержит. Могла бы, конечно, но в данных обстоятельствах, боюсь, что желание населения... Извини, я прерву, мы сейчас новости послушаем, потом продолжим. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Обсуждаем ситуацию на финансовых рынках и даем прогнозы. В гостях сегодня Светослав Арсенов, старший управляющий активными управляющей компанией «Уралсип» и Николай Салабута, директор управления активными институтами компанией «Трейдпортал». Напомню еще раз, на всякий случай, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, и адрес компании, сайт компании «Финам.ФМ». Присоединяйтесь, разговариваем. Ну, немножко в сторону мы ушли, хотя, в принципе, это вещь всегда актуальная, да, как же, что же сделать, да, чтобы повысить финансовую грамотность населения, для того, чтобы действительно финансовый рынок, наш, отечественный, по крайней мере, фондовый рынок, рассматривался не как некое, ну, неплохое, нехорошее слово не хочется говорить, да, не как некое странное мероприятие, а как реальный способ вложения и получения на сохранение и примножение капитала. Ну, дел нужно сделать очень много, сейчас, наверное, перечислять, это бессмысленно, но общее, как бы, отношение к инвесторам, особенно миноритарным, оставляет желать, конечно, на нашем рынке лучшего. Ну, это связано там с законами, связано с отношением владельцев компании к своим инвесторам и очень много вещей. Это, как бы, не вызывает доверия никаких инвесторов, ни населения, ни западных инвесторов, вот. Поэтому наш фондовый рынок находится там, где он находится, и не выглядит очень хорошо последние, там, несколько лет, скажем, прямо. Хотя, все-таки, мы, да, пытаемся объяснить это, говоря о низкой ликвидности, говоря о каких-то там структурных, да, ну, касаемо биржи именно, недоработках, это тоже, наверное, имеет место быть, но главное, это все-таки вот такая составляющая имиджевая, да, и для иностранца, и для россиянина эта вещь должна быть, прежде всего, да, близка сердцу, близка понятному уму и близка сердцу. Чего, к сожалению, нет. Ну, ладно, немножко я поплакался. Давайте вернемся к текущей ситуации. Итак, ну, прежде всего, наверное, стоит упомянуть, в глобальном смысле мы наблюдаем сейчас, да, некие вот такие вот колебания. Посмотрим, кстати, как ведут себя американцы. Некие колебания, да, некую неопределенность в связи, прежде всего, с тем, о чем мы тоже уже неоднократно говорили. Это с проблемой, да, фискального обрыва, которая не разрешена до конца, и с проблемой государственного долга, который вот уже буквально там через месяц, да, будет более чем актуален. Ты каким образом, Коля, ждешь решения этой проблемы? И вообще ждешь ты решения этой проблемы? Или, может быть, мы увидим, что сейчас вот видим, когда американцы, значит, будут разговаривать, а потом скажут, да ну его. Да, вы знаете, это самое. Так не скажут. Я очень, пункт, как вы, когда мы прошли Новый год, после этого вот с этим все фискальным обрывом, то есть с этим бюджетом Соединенных Штатов Америки очень много было связано переживаний. Я стал изучать эту проблему, ну, сейчас Обама второй срок, и я понял, что план Путина живет в жизни. То есть Обама сейчас посвятит все свои усилия для того, чтобы очистить парламент от своих недоброжелателей, чтобы следующий парламент следующего президента был именно за его партией. Поэтому, скорее всего, конфронтация с парламентом будет максимальная. Он, может быть, он пойдет на то, чтобы сорвать все сроки для того, чтобы именно подчинить полностью себе, там Конгресс, по-моему, называется, Конгресс. Для того, чтобы полностью подчинить себе Конгресс. То есть ты допускаешь, да? Я допускаю этого. Потому что это беспрецедентно, если проблема не решена, это технический дефолт, это рейтинг опять снизит Америки, это рынки опять заштормит, и даже вот на это, ты считаешь, могут пойти. Я думаю, что будет все очень сделано грамотно, чтобы все это создать. Ну, козел о отпущении был именно Конгресс. Он Обама сделает так, и, скорее всего, он дожмет эту ситуацию. Даже при этом, при всем, страна пострадает. Ну, именно рейтинг пострадает. Ну, да, и не только страна, и мы-то пострадаем, не дай бог, да? Садислав, ты как на это смотришь? Ну, скорее всего, произойдет какой-то будет найден компромисс между еще урезаниями расходов и повышением налогами и повышением потолка долга. То, что потолок долга придется поднять, в этом я не сомневаюсь. Ну, то есть, да, это как бы даже не осуждается, да? Да, другого выхода просто нет. Вариантов нет никаких. Ну, ты считаешь, что, вот, Коля, видишь, он настроен так драматично гораздо, да, более-менее, что там будет вот... Я в чем-то согласен, потому что до последнего момента, скорее всего, это затянется, как уже было, но в последний момент все равно придется договориться. А вот сегодня об этом говорили уже, да, сегодня два, ну, на мой взгляд, таких более-менее значимых событий, это окончание двухдневного заседания Банка Японии, да, в результате чего вот были озвучены, так сказать, ближайшие экономические перспективы. В общем, надо подчеркнуть, все-таки, да, правительство, новое правительство, такой политический фактор давит на Центральный Банк Японии, заставляя просто какие-то беспрецедентные для Японии, по крайней мере, меры вводить экономические, да, стимулирование экономическое. Это одно событие. И второе событие из Европы, где вышла статистика, не очень благоприятная, ну, и вот, что касается, там, главы Бундесбанка, вроде бы, он там в отставку выдает. Помимо всего прочего, скажи мне, пожалуйста, Европа еще аукнется нам как-то до, ну, до выборов, как минимум, там, Германии? Нет, Европа будет стабильна. Она встала на стабильные рельсы. На стабильные рельсы куда? Ну, понятное дело. Я думаю, что там основные вопросы, ну, как бы, они не решены, основные вопросы, но те люди, которые будут решать этот вопрос, они уже настроены однозначно. То есть они за, так сказать, консолидацию всех этих фискальных, не фискальных, извините, монетарных рычагов в одних руках, и эти руки будут подчиняться, так сказать, единому, так сказать, центру, то есть Евросоюз, а не раздроблены по странам. Ну, то есть, другими словами, вот, как минимум, там, до выборов в Германии, мы о Европе не услышим, ну, с точки зрения, вот, негатива, и, да, этот негатив может прийти из Штатов, а Европа... Да, у нас сейчас новый ньюсмекер, это Соединенные Штаты Америки. Ты не ждешь ничего из Европы нехорошего? Ну, сказать стабильно, что в Европе стабильная рецессия, как бы... Стабильно плохо? Да, оттуда будут приходить различные макроцифры, я не знаю, это считается за какой-то негатив. Наверняка, если это макроцифры, будет все хуже и хуже. Поэтому, ну, они не хуже, они просто... Плохие. Просто плохие, да. Вот, поэтому, ну, эти новости будут приходить. В принципе, наверное, другого рынок не должен ожидать, поэтому, по идее, это должно быть уже все... В ценах, да? В ценах. Особо и не реагирует. Хорошо, давайте послушаем, у нас есть звонок. Павел, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Вечер добрый. Павел, вот что за возня сейчас поднимается вокруг ВТБ? Это, наконец, что-то от копеек, мы видим, что-то больше, или опять нас выводит на швырок? Ваше мнение, спасибо. Спасибо, Павел. Комментируем ВТБ? Ну, а что ВТБ? ВТБ это народное IPO, как и Сбербанк народное IPO. Но ВТБ как бы неудачное народное IPO. Не, ну, сейчас видишь опять разговоры вокруг нового размещения, и там... Нет, ну, по... Вчера, кстати, мы обсуждали, там даже цель есть этого нового размещения, 9, по-моему, копеек, да? Ну, Шувалов сказал, что не ниже, чем прошлое размещение было, которое там почти в полтора раза дороже текущей рыночной цены было. Вот, наверное, на вот этих... на этом комментарии началось какое-то... Обсуждение. Оживление в бумаге, да. Да, потому что это означает, что, скорее всего, в ближайшее время, если действительно ценовой уровень таков желаемый, то в ближайшее время размещения там не будет. Не будет, да? Да, я не знаю. Ну, теоретически это может положить... Ну, Павел, во-первых, да, судя по его интонации, я, конечно, Павел, извините, не могу ручаться, но, видимо, он... Обещан. Да, первый раз он тоже, наверное, можно предположить, что он не очень ловко вошел, потому что все обещали и обещали. Я так понимаю, что сейчас-то примерно та же картина, да, рисуется. Та же, как что? Ну, как небезызвестные... Нет, ну, ВТБ движется очень даже рыночными темпами, и, так сказать, у нас рынками очень сильно коррелирует, ВТБ, поэтому говорить о том, что эта новость как-то влияет на изменение курсовой стоимости, я бы не сказал бы. А если, так сказать, новое размещение не предвещает каких-то принудительных выкупов, каких-то далее акций с рынка, то, скорее всего, это никак не повлияет на курсовой стоимости. Ну, вот смотри, сейчас я обновил, да, и ВТБ прибавляет полтора процента. На 18.25, да, полтора процента. Я так думаю, может быть, Павел как раз по этому поводу и позвонил, что какая-то новость, да, прошла вот в связи с близостью размещения, да, Вы знаете, как-то в последнее время новостей очень хороших, хороших новостей сразу много, там, сначала порос нефти, потом по ГМК, сейчас ВТБ. Ну, ладно, это все-таки, ладно, они каждый день, да, обновлялись эти новости, а то раз в месяц это уж не так и много. Я понял, я понял. Ну, тем не менее, что мы Павлу-то ответим? Есть опасный, в смысле, есть риск того, что это будет похоже на предыдущую историю? Или лучше воздержаться вообще, может быть, от этого дела? Все зависит, сколько денег будет вложено в публичное размещение. Если мы увидим серьезно массированную рекламу, то, наверное, это будет похоже, как и на прошлый раз. Если это все пройдет очень тихо, то, скорее всего, мы получим некое, ну, иное. Откуда у Шувалова, кстати, вот эта цифра в 9 копеек? В 9, я не ошибаюсь, 6 или 9, вот что-то какая цифра. Ну, я только, то, что я читал, это было просто, что цена должна быть не ниже, чем прошлое СПО. Вот, поэтому какая в результате будет цена размещения, сложно сказать. Мне кажется, большое внимание на этот комментарий не нужно обращать, потому что еще очень много людей будет, как бы, принимать решения по этому СПО. И какая точка зрения победит, неизвестно. И вполне возможно, что ВТБ нужно наращивать капитал для дальнейшего роста бизнеса. Им нужно поднимать деньги. И вполне возможно, что они разместятся по близкой к текущей рыночной цене. И уже там в этом году, как они собирались. Ну, понятно. И, наверное, да, тут уже можно сказать о том, что, ну, это я не утверждаю, что подобные вербальные интервенции, они как раз и служат, да, очень часто. Разогревом. Разогревом, конечно. Вот, ребята, смотрите, и вот полтора процента на чем, да ни на чем. Против рынка. Да, кстати, сегодня падающий рынок. И вот, смотрите, нарисовался, что называется. Хорошо, хорошо. Значит, давайте тогда, у нас осталось чуть больше минутки. Я хотел бы услышать ваши комментарии. Наверное, не успеем мы полноценно это сделать. Давайте о нефти, которая держится выше 112, да, сейчас. То есть она подрастает. А, вот, вот, давайте так. Два слова буквально. Сегодня РТС падает, и МВБ падает, а рубль стабилен. Он также, да, укрепляется, даже делал попытку укрепляться. И вот текущие его 30-22. Это что? Это раскорреляция, Коля? Уже все, мы не говорим о том, что... Нет, пока что процесс... То есть сейчас идут деньги из рубежа, то есть из Европы, в наши долговые цены бумаги. Поскольку наши долговые цены бумаги номинированы в рублях, соответственно, идет конвертация. То есть это долговой рынок поддерживает? Да, это, так сказать, да, поток идет, он еще не закончился, но как только он закончился, как только рубль перестанет укрепляться, сразу, значит, Россия фондовый рынок, поскольку, да, такая ситуация. То есть эти деньги, да, которых наелся долговой рынок, они пойдут... Да. Ну, то, что это... Это позитив. Сейчас мы еще раз новости с вами послушаем и потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. На финале ФМ «Сухой остаток» я, Олег Дмитриев. Мы продолжаем обсуждать текущие ситуации на финансовых площадках. Напомню, в гостях Светлослав Арсенов, старший управляющий активами, управляющий компанией «Уралсип», и Николай Салабута, директор по управлению активами инвестиционной компании «Трейд Портал». И я позволю себе немножко отвлечься. Дело в том, что в Москве 18.31 и открылись американский фондовый рынок, американские площадки. И в моменте мы наблюдаем с вами на открытии, да, и тот, и другой, я имею в виду два основных индекса, и Dow Jones Industrial, и S&P 500 прибавляют на открытии практически 0,1%, даже больше Dow Jones, да, получается такой приличный гэпчик у него на открытии, и S&P 500 скромнее, чуть больше 0,01%. 1486, текущая котировка. Надо сказать, что фьючерс на S&P тоже подрастает. В общем, может быть, это все говорит о продолжении, извините, о продолжении некого оптимизма, да. После вчерашних, тем более, отсутствия американских игроков. Им хочется, наверное, сейчас еще купить что-нибудь. Ну, давайте вернемся, Коль, да, еще раз, если можно, сформулируя вот эту вот историю. Мне кажется, какая-то раскорреляция. Индексы падают, а рубль растет. Ну, потому что сейчас деньги, которые заходят в Россию, они идут на долговой рынок. На фондовый рынок они не влияют. Поэтому у нас получается такое, что рынок падает, а рубль растет. Ну, а если сказать все-таки о неких прогнозах, о перспективах, как далеко ты еще смотришь, я имею в виду, как долго укрепляться может рубль, я имею в виду, в цене, конечно. Ну, я вспомню прошлую передачу, кстати, мы тут тоже подняли эту тему с рубль-долларом. Я сказал, что почему бы не 29? Вы скажете, да нет, 30-50 минимум. Сейчас мы видим ниже 30-50. У тебя 30-20, не сильно ниже. 30-20, да, не сильно ниже. Там, на самом деле, есть долгосрочный тренд, растущий доллар, и сейчас поддержка этого тренда находится на уровне 29-60-29-80 копеек. Будет ли касаться этого тренда, не знаю. Будет ли пробивать этот тренд, не знаю. Все покажет время. Ну, вот, так сказать, вот пока что только такие ориентиры можно озвучить. Ну, то есть, технически, да, где-то поддержка там 20... Ее ты имел в виду в прошлый раз, видимо? Нет, я другое имел в виду. У нас есть еще один звонок, давайте мы послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. А мне как раз вот по рублю, да, когда я звоню. Ну, вот вы говорите, укрепляется. Но не укрепляется рубль. В том-то и дело, что он, по логике, еще должен укрепляться. Должен как раз идти, действительно, на 29-40, может, 29-81. Но ниже 30-15 он не уходит. И нет 112, вот опять вырослась. И сегодня он пытался укрепиться опять рубль. Но не дали опять. И это вот первый вопрос. То есть, он как бы не укрепляется. А деньги, вы говорите, в ЭПЗ идут. Он должен укрепляться. Значит, я вчера задавал, никто, конечно, не говорит, что ЦБ там держит и для чего. И экспортерам помогает или как. Вот, это первый вопрос. И второй, ну, вот внутри дня, если так, ну, я как бы замечаю, когда с евро-долларом он сильно коррелирует. Вот сегодня пролив был в евро на новостях из Японии. И так же наш рубль тоже пошел ослабляться. Потом обратно все отыграли. Вот. Ну, все, вот, спасибо. Спасибо, спасибо, Владимир. Ну, вот еще раз, да, вот Владимир как раз сформулировал. Давайте я в кучу соберу. Смотрите. Мы наблюдаем фондовые индикаторы. Они падают сегодня. Ну, корректируются, не говоря, падают. Мы наблюдаем цену на нефть. Она растет сегодня. Может, незначительно, но тоже растет. И мы наблюдаем, ну, я с Владимиром соглашусь, может, он не растет. Стабильный рубль мы сегодня наблюдаем. Наблюдаем. Если смотреть на дневной график, то, ну, Доджи рисует уже. То есть он и вверх сходил, и вниз сходил. Сейчас закрывается примерно на тех же уровнях. То есть, может быть, можно говорить, что как раз рост нефти, да, нивелирует падение индекса, и мы видим стабильный рубль. Я предлагаю не обсуждать корреляцию вот этих параметров на дневном интервале. Вот, все-таки нужно брать хотя бы там среднесрочные, там месячные изменения всех этих параметров, потому что внутри дня там может быть любая раскалеряция какая угодно этих вещей. А что касается рубля и доллара, то ЦБ, конечно, смотрит на корзину, естественно, на свою доллары и евро по отношению к рублю прежде всего. Второе, что все-таки нужно терпение некое, потому что, может быть, рубль-доллары стоит, но это не совсем долго, потому что за прошлый год рубль вырос на 6%, и пока, в принципе, тенденция продолжается, да, может быть, нужно немножко потерпеть, и рубль станет посильнее. Но каждый раз для нашей страны соотношение рубля и корзины больше всего зависит от нефтяных доходов, которые приносят валюту в страны, и второй параметр, который перевешивает или не довешивает, это отток капитала, который происходит с той же регулярностью, как нефтяные доходы. Поэтому вот исходя из этого баланса, наверное, и будет рубль двигаться по отношению к корзине. Ну и цифру какую-нибудь ты видишь, вот он будет укрепляться. Я думаю, в целом в этом году, да, рубль укрепится, но не очень сильно, наверное, меньше даже, чем в прошлом году. То есть если 6%, то 3-4% в этом году, то это уже будет нормально. Ну, примерно то, что, да, Коля называл. Ну, я хочу сказать, добавить, то, что видно, там люди маломальские, даже знакомые с экономикой, они все равно говорят, что рубль должен стоить гораздо дороже, чем нежели он сейчас стоит по отношению к доллару. Дело в том, что, да, у нас рубль коррегирован с нефтью, нефть растет, рубль не укрепляется. У нас центральная банка выкачивает всю ликвидность, то есть денежную массу уменьшает. Уже понятно, что рубль должен стоить очень дорого, поскольку в экономике не хватает рублей, по большому счету. Все начинают сбрасывать доллары, чтобы как-то, ну, существовать свои финансовые операции, производить. Все это видев, все это прекрасно понимают, а рубль не укрепляется. Это говорит о том, что центральный банк скупает эти, так сказать, доллары, и таким образом принудительно держит этот уровень на этих уровнях, доллары, цен на этих уровнях. При этом пришел еще вспомнить то, что наши ставки межбанковские сейчас находятся на уровне мая 2008 года, и просто предкризисная ситуация в банке, тут точно начинается взрыв мозга. Как? Нефть дорожает, в стране все хорошо с точки зрения сведения бюджета, инфляция падает, а весь рынок живет с процентными ставками, предкризисными процентными ставками. Вот как это? То есть взрыв мозга, реально. И при этом, при всем, доллар довольно-таки дорогой, хотя он должен давно-давно уже упасть. Рубль должен давно быть крепкий. И вот эту ситуацию, кто бы меня раскрутил бы и рассказал бы, что на самом деле происходит, и почему так мы видим такую ситуацию, я бы очень сильно поблагодарил. Потому что для меня сейчас очень сильные, многие вводные, они воюют друг с другом, и они не могут понять, кто вы виноваты. Тут реально должен быть конкретный, не какие-то, кстати, экономические факторы, которые влияют на эту ситуацию, а должен быть конкретный человек, который стоит за этим всеми, который влияет на данную ситуацию. Есть конкретные виновные, я считаю, потому что реально, реальный фактор экономический, они противоречат друг другу. Сильно, ты сейчас сильно, еще бы, я бы тебе сейчас в пояс поклонился, и ты фамилию бы назвал этого человека просто. Мы его завтра пригласили в эту студию, и он бы за все ответил. Ну, я так понимаю, что ты не скажешь этой фамилии. Ну, да ладно, но сильно, сильно было, сильно. Вторая часть вопроса, кстати, Владимира, который звонил только что, касалась сегодняшних утренних событий, когда после объявления решения Банка Японии, там, ну, на Форексе прежде всего начались там всякие бросания, бросания туда-сюда, вот. А потом, когда российский рынок открылся, да, валютные секции, то мы увидели сначала ослабление рубля, а потом его укрепление. Это все реакция на события, да, из-за бугра, все же, Коли. Но спекулянты, да, делают некоторые флуктуации. Ну, это нормально. Мы говорим, да, про глобальный тренд. Конечно. Я согласен, да, Станислав, собственно, извини, пожалуйста, Святослав тоже об этом говорил. Если уж мы говорим о неких, да, трендах, средних, долгосрочных, или корреляциях тем более, то, конечно, надо смотреть на более существенные временные промежутки. А внутри дня все, что угодно может произойти. Это спекулянты. Это спекулянты. Хорошо, есть еще один вопрос. Давайте на него ответим. Значит, Галина пишет. В каких пределах может колебаться цена на акции Сбербанка в ближайшее время? Ну, по поводу ближайшего времени, опять-таки, да, не совсем может быть и понятно. Но, тем не менее, вот мы в моменте наблюдаем. Ну, сейчас сегодня опять Сбербанк, да, что называется, по рынку торгуется. Падает на, больше, чем на процент. 102,57 стоит акция. Вот. Ну, вчера был он чуть повыше. Вот какой-то диапазон, может быть, да, светозон. А в ближайшее время это... Не знаю я. Это Галина спросила, поэтому... Давайте скажем 100, там, на 107. Ну, реально, как бы, угадать, там, очень короткое колебание, но... Ну, я надеюсь, в ближайшее время, да, не подразумевало, там, в течение двух часов. Я думаю, что Сбербанк, там, в этом году, например, да, возьмем более долгосрочный период, будет еще повыше. Вот. Ну, а колебания, они могут быть внутри, там, срока вполне большими. Ну, понятно, понятно. Коль, ты как видишь Сбербанк? Ну, если... Если брать интервал перевода, там, месяца два, ну, полтора-два месяца, то, скорее всего, коридор будет такой, 97 на 120. 97-120! Вау! Это неплохой коридор. Это ты... Вот, если смотреть на квартал-два, да? Ну, в рамках квартала первого. В рамках первого квартала. Ну, учитывая, что сейчас он, да, чуть выше 100 рублей, то у него такой еще запас-то хода есть, я так понимаю, да? Это нормально. Хорошо. Давайте вернемся к нефтяным котировкам, и опять, к сожалению, времени у нас не так много остается. К нефтяным котировкам. Что нам ждать от рынка нефти? Я не буду говорить сейчас, Святослав, за короткое время, да? Ну, давайте до конца года, как минимум, смотреть, потому что год только начался, впереди огромное количество времени, огромное количество событий, кстати, да, и ожидаемых, и не очень, может быть. Как ты видишь, насколько вот будет волатильна та же самая нефть? Я думаю, что если у нас, опять же, оговоримся, что не будет на Ближнем Востоке серьезных военных действий, я думаю, что нефть ослабеет, но в разумных пределах, скажем, там, 5-10% к концу года. То есть, можно прямо от текущих, да, говорить о том, что от текущих она будет к концу года дешевле где-то на 10%. Вот как. Я, Святослав, согласен. На самом деле, сейчас политика Обама заключается в том, что он будет выходить из всех международных конфликтов, и тем самым говорится о том, что на Ближнем Востоке наступит мир. И, как бы, в этой ситуации, да, нефти будет предостаточно, не будет никаких там угроз поставкам нефти на мировые рынки, а сюда будет она падать в цене, ну, да, без агрессии, скорее всего, да, я соглашусь. Ну, это опять мы с вами берем сценарий, когда действительно никаких потрясений, да, в ближайшее время не случится. Ну, да, но главное, чтобы не было такого серьезного конфликта с участием таких стран, как США, Израиля и Ирана. Иран, да. Вот, хотя конфликты там идут не переставая, но они пока носят, скажем, такой характер в основном гражданской войны, которая пока на рынке нефти особо не сказывается. Даже там та премия, которая была в прошлом году, время от времени, скажем так, военная, она сейчас более-менее, думаю, исчезла. Исчезла? Да. Я понял. Хорошо, давайте мы еще раз прервемся, послушаем новости, потом продолжим разговор. Ну что ж, продолжим разговор, значит, время, собственно, отвечать на вопросы, их достаточное количество, но, тем не менее, я хотел бы все-таки с последнего, пришедшего, по крайней мере, с последнего начать эту часть. Интересуют перспективы золота, причем забавно, что, как правило, да, те, кто спрашивает о этих самых перспективах, по-разному относятся к металлу, кто-то считает его, по-прежнему считает его активным убежищем, активным бегством, активным там еще чего-то, активным психологической уверенности какой-то, да, еще не знаю какой. И тем не менее, в любом случае, вот мы, хотелось бы мне поговорить о том с вами, да, как вы видите, перспективы развития дальнейшего движения, да, в ценах на золото. И тем более, Святослав, если не сложно еще раз озвучивать то, что, оказывается, да, и среди наших сограждан этот металл становится все более и более популярным, да, и даже не в физическом смысле, а в смысле вот неких производных инструментов. Ну да, а что касается золота, то я думаю, что с некой волатильностью, флуктуацией золото, скорее всего, незначительно подрастет. От текущих? От текущих уровней, но это будет там в пределах, может быть, 5-6%, навряд ли больше, вот, хотя в целом внутри года, скажем, волатильность, наверное, будет больше, чем итоговый рост, возможно. Ну вот если опять о цифрах говорить, да, мы, по крайней мере, в прошлом году, да, видели там и 1800, да, 1790, ну, если говорить там исторических максимумов, близость там 1900, вот эти уровни, видимо, еще. Ну, 1800, вот, как раз уровень, который, скорее всего, оно может быть достигнут там в конце этого года, вот, это вполне реально, мне кажется. А вот то, если можно, расшифруй, пожалуйста, то есть чем связана популярность этого золота и в виде вот фонда НТФ, да, о которых ты рассказывал, и о каких-то других активах, население несет деньги в золото, что оно там хочет увидеть-то? Ну, прежде всего, защиту капитала. Защиту капитала. То есть сейчас управляющие компании открывают фонды золота, которые связаны с ETF-ами, это Exchange Traded Funds, которые связаны, собственно, непосредственно с ценой на золото, и там корреляция практически стопроцентная, без учета, естественно, платы за управление этих фондов. Вот, и да, эти фонды популярны. Эти фонды? Последний год, да, безусловно. Они, правда, открываться стали совсем недавно, скажем, первые, наверное, год назад открылись. Ну, и там за это время это одни из самых популярных фондов, куда люди инвестируют деньги. Нет, ну, это звоночек, да, это сигнал, и тем более я подчеркну все-таки, да, что уважаемые сограждане не скупают наличное золото, да, и физическое золото, а вкладываются в производный инструмент. Возможно, и скупают. Ну, по крайней мере, сейчас мы говорим именно о фонде, да, золотом. Ну, если говорить о золото, то оно всю дорогу, то есть, если брать исторический график за всю историю котирования на бирже, она к 90% времени колебалась в районе 300 долларов. Только вот последние нестабильные годы она стала расти, вот вы видите, выросла до 1800 долларов. Я хочу сказать то, что мир меняется, и это все связано, почему золото стало расти, это все связано с тем, что золотой стандарт, который раньше был, когда доллар меняли на золото, он сейчас у него не существует, и, соответственно, люди ищут замену. Все-таки им нужен некий инструмент международных платежей, и пока было бы хорошо, когда этот инструмент был бы, ну, как бы в виде бумаги, да, то есть в виде валюты чьей-то. Но сейчас никакую валюту нету, замены доллара во времена золотого стандарта нету. Соответственно, все стали делать взаиморасчеты, ну, натуральным металлом. На самом деле натуральным металлом никто не меняется, то есть не перевозит его, он хранится в Нью-Йорке либо в Швейцарии, и меняется только расписками. Но, тем не менее, вот эта тенденция есть в товарообороте между странами, и она больше преварировать как расчетный инструмент именно металл, золото как металл. В физическом своем выражении. И после этого как бы начала расти стоимость самого металла на бирже. Скорее всего, эта тенденция будет дальше оставаться в ближайшее время, и мы будем видеть, что больше стран будет переходить на свои внешнеэкономические расчеты именно на металл. И отсюда вывод то, что в ближайшую перспективе золото будет стабильно плюсовать, стабильно расти. А потом, я надеюсь, что в какой-то момент страны все-таки договорятся и придумают какую-то валюту, привязанную к доллару, и тогда золото опять заживет своей жизнью. Ну да. Ты, собственно, опять снял у меня с языка, ты вспомнил о золотом стандарте, да, потом отвязке, появлении рынка Форекс, где курсы валют, да, в свободном плавании, что называется, да, спрос предложения. Сейчас мы говорим о том, что вот валютные войны, да, многие правительства активно девальвируют национальную валюту, чтобы получить преференции там своих, для своих производителей, своих спортеров. И опять забрежжил разговор, я не знаю, я вот очень часто читаю, что-то слышу, да, вот что бы такое придумать, чтобы это вновь стало стандартом, ну понятно, что золото вряд ли станет стандартом, да, потому что его просто нет физически столько, сколько его требовалось, по крайней мере. А вот что может быть такой, каким-то единым стандартом вот в нынешнее время, может вообще что-то такое быть? Только золото. Только золото, да. Вот уже в последнее время, ну как бы последние встряски, последние два кризиса показало, что кроме золота другой альтернативы мира нет. Его не придумали, не создали, то есть старое доброе золото. Понятное дело, что будут делать расписки на расписки, то есть некая какая-то банковский мультипликатор все равно будет работать, чтобы хватило для взаиморасчетов именно, так сказать, ну золото. Будут его добывать, уже сейчас мы говорим про депозиты, золотые депозиты. И единственное, что хочется сказать в этой ситуации, не храните золото дома. В 1934 году за то, что у кого-то нашли золотой слиток дома под подушкой, сажали на 10 лет в тюрьму. Соединенные Штаты Америки. Поэтому ты вспомнил. Нет, но никто не думал, что в 1934 году Соединенные Штаты Америки будут кого-то за это сажать и будут физически отнимать физическое золото. Физическим путем. Это как известный киногерой говорил. Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть, конечно. Светозлав, что ты по поводу некого стандарта? Вообще, насколько это реально? Я считаю, что мы живем в условиях стабильной и нестабильности. И говорить о каком-то инструменте стандартом, который будет стабильным, я думаю, уже нам не придется в будущем. Но золото тоже будет инструмент, который будет сильно колебаться в цене по отношению к другим активам. И ничего с этим не сделаешь. И с этим нужно смириться. Кому-то смириться, кому-то успокоиться. У кого есть в квартире слитки, что Коля вспомнил. А кто-то покупает фонды золотые или торгует фьючерсами на золото. И, в принципе, тоже, я надеюсь, неплохо живет. Есть вопрос, причем конкретный вопрос. Давайте я его впереди остальных поставлю. Мы на него как минимум успеем ответить. Итак, очень конкретный вопрос от Владимира, нашего постоянного слушателя. Что делать с купленными долларами по 32? Очень большие потери на разнице курса. Ну, если, да, я уж не знаю, когда он покупал по 32. В прошлом году, может быть. Сейчас, естественно, доллар дешевле. Стоит ли сейчас продать и потом откупить ниже по 29? Ну, ты говорил, что будет по 29. Значит, соответственно, такая возможность. Сумма в размере московской квартиры. Ответ конкретный. С уважением, постоянный слушатель. Все очень просто. Продаются доллары, покупается фьючерс на доллары. И оставшаяся сумма загоняется на рублевый депозит. Таким образом... Ну, ты считаешь, что это просто для Владимира, по крайней мере? Может быть, это для него не так просто? А он может прийти в любой, ну, купить фьючерс на доллар. Он может только в инвестиционную компанию, брокер. Если он придет к любому брокеру, ему там все расскажут и покажут на пальце. Ну, то есть это выход, да? Все-таки ситуация действительно сложноватая. Он сейчас в просадке, да? Если, говорит, по 32 купил, по 30, там, 2 рубля на доллар. Вот он теряет. Таким образом он будет, да, терять на долларе. И дальше, поскольку фьючерс-то у него будет именно доллару составляющую отражать. Но он будет зарабатывать на депозите. И таким образом он хоть отыграет, там, процентов 8 за год. Как вариант, да? Северослав, ты что посоветуешь ему? Или ждать, сидеть. Рано или поздно, наверное, вернется. К сожалению, московская квартира, она товар, как бы, не совсем рублевый. Рублевый, вот. Но, с другой стороны, не совсем долларовый. Да-да, можно успокоиться, потому что в долларах-то это одна и та же сумма, да? Я так понимаю? Если, конечно, цены не изменились. Нет, кстати, нет. Нет? То есть, бывают разные ситуации, что и цена в долларах укрепляется, и в рублях падает. То есть, все-таки это немножко другой товар, поэтому к нему подобрать идеальную валюту, которая в точности соответствовала, да, невозможно. Вот. Но можно пытаться, там, если речь идет о накоплении долгосрочном, то, опять же, я считаю, что нужно инвестировать в корзину трех валют, рубль, доллар и евро, и держать, соответственно, эти деньги, там, на каких-то инструментах с фиксированной доходностью, депозитах и так далее. Ну, только надо в этой ситуации понимать, что все ваши инструменты, да, которые вы будете на территории евро и на территории доллара использовать, эти все инструменты низкодоходные. То есть, вы теряете суммарную доходность по своему вложению. Может, вы приобретаете какую-то стабильность, но не знаю, вся эта стабильность, мне кажется, вся иллюзорная. И все эти, там, рекомендации трех валют, это уже изжиток-пережиток прошлого, когда он был, как бы, был переходный период, 90-е были. Наверное, это оттуда все эти ноги. Сейчас немножко другой мир, немножко другая ситуация в стране. Мы видим, что и Америку снизили инвестиционный рейтинг, это, соответственно, и появилась новая валюта евро за это время, за эти последние 10 лет. Мир изменился. Поэтому вот эта самая рекомендация... То есть, ты сейчас неприемлик, да, этой продюционной корзины? Ну, что, в евро вы получите там доходность полтора процента, в долларах вы получите доходность процент. Но если брать на их территории... Не правда, депозитные ставки в российских банках гораздо выше. Ну, в российские банки что делают? Они берут, продают ваш доллар, покупают вам своп на этот доллар, а сами рубли, которые они от продажи доллара используют... Какая разница? Они же тебе доходность... Они-то зарабатывают, а мы теряем только из-за того, что мы иллюзорные какие-то свои впечатления о долларе сохраняем. Ты сегодня пессимист, я тебе хочу сказать, ты не похож сам на себя. Тем не менее, мы вернем, Святослав, смотри, еще раз, да, вот человек купил по 32, сейчас 30, вот что ему делать? Сидеть, ждать или действительно поменять, а потом ниже купить, хотя я не вижу в этом смысла тоже никакого, зачем? Это же, я так понимаю, все-таки долгосрочное, наверное, вложение, да? Да, наверное, если там речь идет о накоплении средств для квартиры, то разумно в корзине некой валюты на депозитах накапливать эти деньги. То есть вот сейчас они в долларах у него, надо их просто поделить, да, и перевести часть в евро, часть оставить в долларах, часть в рублях. Да, и больше никогда не играть на курсах валют. В опасные игры, никогда не играть. Мне кажется, это очень сложно. Я пойму. Итак, друзья мои, время заканчивается, я благодарю моих гостей, Святослав Арсенов, Николай Салабут, уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, как всегда прощаюсь, я желаю вам успехов на рынке, до завтра, всего хорошего.